Едь, Клевентина, я догоню! Влево-вправо, влево-вправо. Клевентина чуть-чуть поведленней. Сэм хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами снова продолжаем играть в Стрэй. И это последний эпизод Стрэя, который, я думаю, вам очень понравится. Заранее поставьте лайк, и я обещаю, что в конце этого видоса вы точно увидите Данте. Больше лайка. Если не поставишь, не увидишь. А мы приступаем. Нет. Ну, да, мы живы, хорошо, но нет. Окей, раскачиваем. Вот так. Отлично. Отлично. Давай. Есть. Слава богу, эта клетка была ветхой. Так, я понял. Хорошо, нам нужно будет выше пойти. Здесь мы не пройти точно. А так. Сможем напрыгнуть? Конечно, сможем. No problem. Главное, что зурков больше нет. Тюрьма. Надо еще, да, круто ныть, походу. Вот так. Может быть, еще? Нет, это максимум. Теперь нам нужно с этой стороны двинуть каким-то образом. Ага. А теперь просто на бочке. О, блин. Вот так выглядит тюрьма для роботов. Мы же можем здесь пролезть, разве нет? Оу, нет. Только вот сюда. Значит, мы должны здесь найти Клементину где-то. А как нам? Он не собирается отворачиваться, да? Я так понимаю. Походу, нет. А на перилу мы не можем встать. Блин, из нас сняли рюкзак. Где? Где B12? Б12. Стоп, я знаю, куда пойти. Вот здесь протиснется. Нет. Бежим! Бежим, 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 бежим! Выбора нет. Скорей. О, да, здесь, походу, придется играть по-крупному. Все. Перестали смотреть. Черт! Есть. Жив. Ты живой? Офигеть, голову оторвали. Шалко, нельзя прыгнуть на него как-то и провода ему перегрызть, что ли. Ладно. Ноу, ну здесь некуда идти. Мы здесь западнее. Вот сюда надо. Наверное. А-а-а. Стоп. Давайте здесь внимательно посмотрим. осторожней да я вижу балки но не вижу как забраться на них разве что мы можем использовать лестницу это но я только что тут туда пришел по моему или погодите или откуда я пришел я уже не понимаю откуда пришел а что если на помойку отсюда на эти кто-то меня заметил кто-то заметил опа нет 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 блин ныкаемся вот здесь тут я другая была где дырка где норка все еще раз помойка балка чтобы что а это для того чтобы я мог вот сюда попасть да да вот вы нашли крементина отлично я же не понимаю что ты хочешь нет я понял что хочешь что кто звук издает о вот мы вышли смотрите небо прям так близко ну точнее это не небо искусственное небо хорошо заходим сюда это здесь эти ключи есть о да теперь этот предмет не будет дезинтегрирован данта хватит играться провода начинают просто дергать давай ты знаешь как это отбирать замок давай отбирай бросить нет да ай такой я хороший пушистый молодец куда теперь я должен сказать куда теперь это экран который имитирует небо это забавно сюда у нас теперь есть ключ от всех дверей стоп кто там кто этот звук издал я так понимаю здесь сидят все несправедливо осужденные возможно ууууууууу сейчас начинается катсцена куда ты пошел оууу боже мы что не с ним делать они его считывают мы должны спасти его погоди они оба говорят на языке который мы не понимаем но мы только догадываемся что чё пойдет спасибо такой да да спасибо она тоже оказалась очень хорошей смотрите я не могу бежать мы идем очень медленно что-то мне подсказывает что это последняя наша миссия что было бы здесь b12 мы бы смогли открыть эту дверь но теперь надо как-то более аналоговыми методами пользоваться вот что что сделать перепрыгнуть да используя коробки они ну да используя коробки только вот наверх я думаю с коробок спрыгну туда на полотанка разберусь здесь только труба это то что разрежет до меня на кусочки типа типа вот так отсюда нам никуда это просто чтобы миновать испепеление лазером быстрее 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 сейчас дальше куда вот туда осторожно используем к индии для этого тут как касание и все тебя разрезала наверно так нам туда нужно я вижу рычаг не бойся б12 сейчас мы тебя спасем забавно что мы как код будучи сами по себе маленьким существом который обычно используется как компаньон для главного героя мы сами главный герой у нас есть компаньон еще более маленький и такой же милый о нет все не столпились у них всех видите алерт они более взбудораженные сейчас мне кажется нам надо просто теперь просто подбежать в наглую и схватить быстрее куда куда я забыл куда бежать сюда наверно не увидел блин бежим клементина бежим отсюда скорее он хоть жив но должен быть же да ну так у нас теперь нету аккумулятора который вы подзаряжает этот рюкзак а он появляется автоматически все такое чувство будто я снова оказался в ловушке компьютерной системы лаборатории полном одиночестве но ты вернулся за мной не могу поверить ты хороший друг кто что кто чё говорит что происходит я так рада что мы снова все вместе но нам по-прежнему угрожает опасность странно камера работает нам нужно найти выход отсюда можешь открыть вон тут дверь да могу есть а это что чтобы отвлечь так есть идея по моему нет идеи по моему я должен что-то сделать она пришла сюда я как бы приманил а ты можешь так не хотите ходи спокойно здесь нет никого она не нравится теперь ты подсади меня просто до блин прикольно что эта лампа опустилась ладно сейчас найду способ тебя как-то впустить есть оу теперь тут стражи снова преградили путь они сразу же меня заметят может попробуешь заманить их в камеры и запереть там окей прячемся в траве видимо кто это забереть их в камере что с тобой то познакомиться этот реабилитационный центр мне очень помог мой разум прояснился теперь я образцовый гражданин так мы можем отсюда видимо дверь до закрыть что-то за звук а надо ли нам отсюда закрывать дверь ладно вот и вот и чё видишь вон того парня на земле его перезагрузили я не хочу потерять память мне так страшно мы так и залезли к ладно возможно мне нужно бочка стоп мне же надо его заманить а значит бежи за мной бежи за мной бежи а а а чёрт давай давай нет блин как неудачно получилось сейчас попробую еще разок бегаем по кругу я знаю что надо сделать так нет есть и успел а я был в любом случае успел ладно все идем тут просто не всегда понятно сразу что там есть проход дверей но я не внимательно изучил двери поэтому ладно а посмотрите воспоминания так что ты нам скажешь бедняга стражи беспощадны ко всем кто бросает им вызов этого я и боялся он полностью они полностью стерли его больше никаких эмоций никакого самосознания никаких воспоминаний давай постараемся им не попадаться идем хорошо нам нужно еще одного до вывести из игры из игры вон тут в целом все очень очень просто да наверное а значит может сначала ко мне ко мне кобик закрываем да сейчас он остынет там теперь он остыл или нет он все еще бесится походу бесится давайте откроем здесь а остыл хорошо он вернулся ладно видимо нужно сразу двоих загреть хорошо иди сюда все закрывай блинушки есть так а ты что скажешь что нибудь ох мы сейчас устроим побег массовый капона молодец что запер стража мы должны вернуть себе былую силу идем все вместе вот это я революционер ха 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 что что ты что ты сделал так смешно все все идем все уходим а blazer гад ой я понял куда идти да 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 я вижу 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 но я не могу прыгнуть а могу кстати остальные не пошли только она здесь двери это единственный способ выбраться из тюрьмы думаю ее можно открыть из центра управления вон там надо придумать как в него попасть не мешало бы осмотреться хорошо мы сейчас придумаем я думаю я думаю мы придумаем например на этот коробка который висит там забраться нет надо помойки нет вот ты здесь есть привлекаешь внимание не просто так здесь ключи а нам повезло кто-то оставил ключи в двери прыгай в кузов грузовика и оттуда ты сможешь перепрыгнуть через забор чтобы попасть в охраняемую зону go ну что где здесь пометить а тут ничего не надо нажимать дополнительного нет есть только в один рычаг все очень просто только не стражи нет все отлично у нас как раз таки есть еще и машина действуем очень быстро стражи кстати говоря но это не летающие стражи я боялся таких человеческих страж фиг знает на что не способны едь клевентина я догоню надеюсь ооо боже мой влево вправо влево вправо клевентина чуть помедленней есть гони просто погоня на скорости 20 км в час ооо боже мой что такое фпс низкий куда мы метро прямо точно нам же нужна эта атомная батарейка закрывай закрывай что нам не выбраться пока стражи у нас на хвосте я могу отвлечь их ненадолго но тебе нужно идти боже мой зачем манифест аутсайдеров гласит мы должны попасть в аутсайд любой ценой я его написала ну почему так грустно теперь ты один из нас цель не в том чтобы мы все добрались до аутсайда но один из нас должен это сделать я уже там был иди скорей я сохраню тебя в своей оперативной памяти маленький аутсайд нет гони гони мать тут был уже человек я помню боже мой мы никого с собой не взяли но мы многое изменили на самом деле мы пробудили последнего человека на земле и это 12 мы возможно даже сможем дать ему тело итак куда то здесь нужно вставить супер мега батарейку понятия не имею куда понятия не имею куда может быть нет мы не можем спрыгнуть даже на самом деле сюда а можем может быть это здесь батарейку надо впендюрить окей это не то вообще какую сторону поедет поезд я не понимаю да да отсюда мы пришли кажется да стоп скажи что нибудь надеюсь клементина в порядке давай починим поезд и едем отсюда как ладно вон там есть какой-то щиток я вижу он ведет ладно хорошо он ведет в другую сторону идем вдоль провода вспомнил точно там же туда в самое начало нужно идти мы изначально это видели где вот и где вставить есть прогресс НЕКО корпорейшн приветствует вас своей на своей станции метро все запускается отлично приглашаем вас на прекрасную прогулку в аутсайд забегаем оп аккуратней что же использовать метро выберите предметы да это оно оу блин куда же едет оно ооо у у а а а у у а у а у а пока непонятно да мы завели много друзей центру правления О, это еще и не конец. Мы завели много друзей. Мы что-то сделали. Ну, спасли человека, единственного оставшегося в живых. Но мы как бы не изменили уклад в этих городах, в которых мы были. Мы не избавились от зурков. Может быть, еще впереди все. Здесь как-то все более чистенько. Это и робот чистенький. Это третий уровень. Еще более классный. Лакшери. Помощник 477. Привет. Чем я могу помочь? Чем я могу помочь тебе, друг мой? Что это за странный эскалатор без ступенек? Он, видимо, закрыт просто, да? Накрыли ступеньки. Похоже, как будто бы безвольные роботы живут. Приветствую тебя, житель города. Крепости 99. Что? Я занимаюсь покраской этой зоны. Пожалуйста, будь осторожен. Краска еще не просохла. Хорошего дня. Да. Это роботы, которые не имеют сознания. Ты че так стоишь? Странно. О, блин. Да. Здесь самые элитные роботы живут. О! О! Офигеть! Это тот самый город, в котором мы были. Вон тот район, походу. И там мы были, вон, видите, подъемные краны. Мы потом на ведерке вот сюда прибыли. И там тустили. А потом мы поднялись на этом... Нет, не знаю, нет. Потом мы куда-то в канализацию и попали сюда. Офигеть! У них просто вид на этот город. А зачем такой вид? Они что, такие упиваются? Такие... О-хо-хо-хо! Смотрите на этих плебеев! Привет, моя текущая задача помыть окно. Если у тебя есть какие-то пожелания, пожалуйста, обратись к любому сертифицированному инженеру в центре управления. Хорошего дня. Окей, хорошего дня. И тебе тоже. Куда идти? Где это центр управления? Вот здесь вижу. Город запечатан. Ну-ка. Ага. Приветствую тебя, житель города и крепости 99. Дверь, ведущая на поверхность, заблокирована в рамках режима изоляции. И если у тебя есть какие-либо пожелания, пожалуйста, обратись к любому сертифицированному инженеру в центре управления. Хорошего дня. Центр управления. Это где? По-моему, это здесь. Центр управления закрыт каким-то протоколом безопасности. Написано, что вход разрешен только людям. А еще написано, что я не считаюсь человеком. Эй, это оскорбление, протокол безопасности. Может быть, если будем работать сообщат, то сможем открыть проход? Ага, каким-то образом. Стоп, только людям. Здесь есть люди. А как мы будем работать сообща, что имеется... Стоп, тебя я знаю уже, тебя я видел. Он будет крутиться просто так, если на него сяду. Что? О-о-о. Ага. Я понял. Он там что-то химичит, химичит. Все. Надо... Надо еще раз. Бегом. Эрик Пай, нужно просто провода раз... Царапать, да? Ой, это не опасно было? Бедный котик чуть не... Чуть ли не... Да. Неважно. Мы живы, это главное. Есть! Как-то даже будет странно увидеть человека здесь. Это центр управления городом. Отсюда они контролировали все. И он пуст. Стоп, эти роботы просто так занимаются своей работой, без людей. Как бы им дать же задачу, но они не дали задачу перестать делать задачу. Я помню, как сильно их ненавидел. У них было все. Чистое пространство, безграничная власть, свобода передвижения. Но их это не спасло. Чума. Теперь я помню. Все умирали, а они считали себя выше этого. Они ничего не сделали, чтобы нам помочь. Я видел, как умирала моя семья. Чувствовал себя беспомощным. Я не мог ничего сделать, чтобы их спасти. Но зато я могу помочь тебе. Мы все... Мы все еще можем пойти в аутсайд. Вместе. Я сохраню память о человечестве и людей, которых любил. Хорошо. Да, мы сохраним память о них. Куда теперь надо идти? Но мне хочется свободы для всех этих роботов, которых я оставил. Не просто памяти, например, о них, а именно... О, я вижу. Проверить. Вот он, главный компьютер. Так, хорошо. По данным центральной ЭВМ, здесь уже много лет никого не было. Весь город застрял в давнем цикле блокировки. Если мы отключим его, то сможем уйти. Нужно подключить остальные системы к сети, в которых здесь тысячи. В этих компьютерах хранятся необходимые нам данные. Нужно их включить. Пока ты этим занимаешься, я поищу пароли и заш... Зашифрованные ключи, чтобы попасть в систему. Извините, ребят. Бывает, надо язык заплетается. Я сегодня вылизывал себя, как котик, перед съемочкой, поэтому... Что? Что происходит? Я что-то делаю? Я влияю? Я как-то влияю, да? Хорошо, я включаю все. Ну, а здесь? Я включил. А почему это не включается? А, я по клавиатуре прошелся, потому что... Дело не в экранах. Тогда... Сейчас мы все включим. Есть! Сработало, молодец, дружище. Нашел. Как прикольно, что одну из таких важных загадок мы решили, будучи просто котом. Мы ходим по клаве. Я знаю, что... Что-то здесь не так. Погоди, может быть, есть другой способ? Так, давай-давай, система заблокирована. Твою ж... Нален! Вот, рабочая станция, чтобы открыть город. Но нужно преодолеть несколько уровней безопасности, иначе ничего не выйдет. Да что он здесь... А теперь сделаем то, что мы умеем лучше всего. Я взломаю компьютеры, а ты кое-что уничтожишь. Эээ, попрошу. Как это... Не знаю. Что это я должен уничтожить? Я милый котик всего лишь навсего. Это куда? Куда мне надо? А, сюда надо. Или куда? А, погоди, вот. Оп! Хорошо, поломал. И таких нужно... А! Да, и мы отключили систему безопасности таким вот образом. Почему мы не можем бежать? А, вот, можем. Просто панели нужно вытащить, да? Все эти... А-а-а-а-а! Так, все панели вынести надо. Кто-то вообще это прикрыл. Окей. И последняя находится вот здесь. но с ней не так все просто кажется хорошо ночи нужно запрыгнуть все-таки об я видел прекрасно отлично не придумали что теперь взломать система потреблять больше чем я ожидал кто сейчас сюда придет тут уже нет этих летающих дронов нет мы должны двигаться дальше почему мы так жалко ходим учат устали стоп где еще один вот джон взломать осторожнее нет не подохнет не переживай я смогу подзарядиться как только мы откроем рабочую станцию нет я чувствую что что-то не так что-то будет не так здесь о блин подохло кажется это этому маленькому телу конец ничего все будет в порядке просто отнеси меня на рабочую станцию мы можем отключить сигнализацию неужели мы и тебя сейчас потеряем ну вот мы в безопасности слушай я должен тебе кое-что сказать я знал что для отключения центральной системы управления города потребуется огромное количество энергии больше чем может выдержать тело дрона но теперь когда система безопасности отключена я могу перехватить управление и открыть город перехват контроля над системой может уничтожить мое по но я сделал этот выбор когда подключился к первому компьютеру я знал каким последствиям это может привести не не жаль что мы не увидим аутсайд вместе я думал что мне нужно сохранить память о людях сохранить прошлое но я вижу будущее в компаньонах и в тебе позволь мне снять это с тебя ну нет ты был моим другом самым лучшим о котором я мог только мечтать спасибо игра будь ты проклята не знаю почему это меня задевает где-то там мои струнки не должно по идее было ну получилось что ох отец прямо на город но не тут тот район который они сейчас все сдохнут надеюсь а подохну конечно же ультрафиолет мама ты видишь это все слезинка на когда будет с лизинка пожалуйста отлично теперь все дать теперь будущее правда за ними получается мне очень хочется верить что он сейчас оживет у меня так вибрирует моих геймпад я должен проснуться так он перестал и он продолжает открываться секция за секция открывается надо встать да надо проснуться мяу что или снова лечь нет встаем так резко встал господи из-за того что он так трясется у меня прям посмотрите не знаю слышно ли вот микрофон супер сильно трясется из-за этого даже камера слегка дергается настоящее небо приятно разливается сейчас по телу это ощущение наконец-таки мы видим солнце не солнцем еще не видим но свет его мы видим эти облака прекрасный такой чистая стерильная так хочется прикоснуться скорее а солнце где-то там что же нам делать весь город сейчас будет такой классный там все вдруг подохли вот эти вот зурки омерзительные что нам делать здесь теперь неужели нам придется оставить его конечно придется мы же код все-таки мы существа которые сами по себе перестал вибрировать мой геймпад почему у меня переключается и не понимаю меня это за геймпада кого-то переключается на клавиатуру и мыши я потом обратно ладно пойдемте кажется нас ждут на поверхности не знаю что наверное новые приключения пойдемте скорее и этот робот я думаю ему все равно я ему даже поговорить с ними сможем папа неужели неужели это все встретим ли мы свою семью всех тех котиков на эти бабочка такой он качать головой под музон воображаемый это глаза блеснули после раз он смотрит назад прошло и уходит еще не покажет как мы нашли своих нет а попался вот он как я обещал извини донто тебя хотят увидеть все привет 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 он просто рядом здесь играл с ковром теребил его ну как в игре жал все клавиши которые нужны кнопочки как тебе тут на моем столе а нравится он редко тусит у меня на рабочем столе не трогай микрофон он ушел и так что ж что ж игра закончена мы сейчас дождем себя как титры закончится может быть там будет как это сцены после я думаю должна быть мы даже если нет игра была идеально как мне кажется во первых самое клевое это то что мы играли к том всю игру мы делаем много разных вещей в том числе это что к там не свойственно технологии манипуляции так далее но закончили мы игру как типичный код мы просто разодрали провода и это прям вот идеальное завершение все таки мы код несмотря ни на что и код будет делать кошачьи дела это это было очень приятно это самый лучший босс босс файт и жизни наверное самый такой грамотно составленный что касается игры именно более глубокого глубоких тем которые игра затрагивает конечно же тут не классовое неравенство я даже не знаю что можно про это говорить кроме как то просто я сказал да здесь классовое неравенство очень сильно затронуто и принципе тут мне нечего дополнить к этому мы все знаем про то что он существует уже много есть людей которые высказывались на этот счет наверняка выскажутся лучше чем я также есть проблема загрязнения но это все не так меня зацепило не потому что мне плевать на эти темы но потому что не знаю просто такие вещи как роботы которые начинают как которые как эти вот принцип талоса и вот здесь не знаю короче что роботы будут следующим звеном эволюции живых организмов которые в итоге нет титров титры не предоставили нам никакую сценку после них ну ничего в общем что роботы будут дальше осваивать эту вселенную уже без нас без людей это очень интересная тема учитывая что мы здесь увидели роботов которые не могут нам с нами сравниться каким-то образом как будто они не понимают свою силу еще они могут жить так долго у них так много времени но они за все это время за все эти годы века так и не нашли способ справиться с врагами им зурками не нашли способ выйти наружу и что-то изменить и только один маленький котик случайность который упал до пучину решил решил господин смог все изменить я играю в эту игру уже так долго я записываю подряд три часа поэтому немножко мысли вот плыву сейчас плывут что-то прекрасно есть в этой игре не просто потому что это котик и котик ой смотрите какой классный котик все любит котиков а потому что котик и 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 канули их больше нет а поскольку мы спасли этих роботов от зурков теперь они смогут выйти и смогут нести это знание дальше я не знаю правда к чему мне кажется что где-то там что что я считаю это конечно такое немножко сказочное представление о мире но я не то чтобы считаю прямо верю я скорее мне приятно думать о том что жизнь должна стать настолько разумной чтобы улететь куда-то туда туда очень далеко в космос на край вселенной где там мы увидим что-то что даст ответы на все вопросы там будет сидеть не знаю некое существо которое такое а вы все в тюрьме мы такие пошел ты бам-бам-бам все по яйцам удали он свергнут и мы стали по-настоящему свободными и всемогущими существами и и не знаю что и и что там будет дальше новые сезоны приключений человечество в космосе не знаю что короче есть свет куда стоит двигаться несмотря ни на что и вот эта игра даже нам это показывает видите вот он свет которому стоит стремиться даже несмотря на всю безнадёгу которая вокруг нас бывает иногда есть много прекрасного и именно потому что так много плохих моментов в нашей жизни заметьте что в нашей жизни гораздо больше негативных эмоций присутствует чем положительных именно из-за этого так приятно чувствовать что-то хорошее так приятно ощущать счастье так приятно любить кушать вкусную еду короче так приятно гладить котиков так приятно насладаться этими скоротечными моментами радости мне вам другую сторону уже понесло но вот такие вот мысли ко мне пришли при прохождении этой игры стремитесь к свету живите внутри вас должна кипеть жизнь не будьте как роботы которые поникли в депрессии будьте как котик котик упал но котик хочет вернуться туда к свету ему надо бегать со своими и он пойдет что он котик в нем кипит жизнь я никогда не видел скучающего вот данта например он если хочет спать он спит если хочет играть он носится как сумасшедший и каждый звук все ему интересно он сейчас просто уничтожает мою одежду которая лежит на кровати он ее теребит и грызет вот такой вот он хочет и делает больше таких игр я считаю в ней прелесть не в том чтобы она была супер сложной и так далее вот а ее прелесть в том что приключение которое мы с вами испытали на себе она прекрасно огромное спасибо друзья что смотрели увидимся надеюсь не в одной похожей игре по крутости в будущем мы либо их мать угарники видосах которые я сделаю чтобы не пропустить это все обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайк этому видео это помогает видосом залетать в рекомендации залетать куда куда угодно поддерживать канал становиться ему больше я думаю вы хотите чтобы вы когда стал больше все это вы хотят и надеюсь потому что тогда наша семья с вами станет больше и будет больше людей и мы сможем вместе наслаждаться вот такими играми вашими мыслями моими мыслями обмениваться как-то информации эмоциями и больше света приносить в этот мир я я надеюсь что мой канал приносит свет в этот мир хотя бы чуть-чуть это это очень радует не то чтобы это моя цель была по жизни так далее но с каждым годом что я этим занимаюсь вижу комментарии какие-то от от вас с благодарностью так далее и мыслью неловко зарождается в голове что может быть это действительно несет какую-то пользу и свет поэтому я буду здесь с вами дальше в следующих видосах чтобы не пропустить я сказал подписывайтесь жмите колокольчик ставьте лайки и увидимся с вами очень скоро с вами был южин и всем